Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Отремонтировали, построили и реконструировали 640 километров дорог. А с учетом федеральных трасс 712. Самарская область стала лидером в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Наградили лидеров в сфере туризма. В областной столице состоялось вручение премии «Самарское гостеприимство». Танцы, игры и веселые конкурсы. В пунктах временного размещения проходят новогодние представления для детей. Новое прочтение пьесы Григория Горина на сцене театра «Самарская площадь». Зрителям представили премьеру спектакля «Шут Балакирев». Бюджет «Самары» на текущий год пополнился на 542 миллиона рублей. Средства поступили из вышестоящих бюджетов. Куда они будут направлены – в нашем сюжете. Направить на решение социально значимых задач. Бюджет «Самары» на текущий год пополнился на 542 миллиона рублей. Об этом говорили на заседании Городской думы. Из них более 400 миллионов будут направлены на обновление подвижного состава пассажирского транспорта. 100 миллионов – на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Остальные средства – на увеличение субсидий для решения вопросов местного значения. В целом, параметры бюджета, с учетом предлагаемых изменений, выглядят следующим образом. Доходы и расходы на 2022 год увеличатся на 644 миллиона рублей и составят 47 миллиардов 108 миллионов рублей. Кроме того, часть бюджетных средств перераспределили. 9 миллионов были направлены на выполнение аварийно-восстановительных работ, подводящей тепловой сети для котельной на пересечении Грозненска и Страмиловского шоссе. 17 миллионов – на восстановление подачи горячей воды в 25-м квартале Куйбышевского района. Помыслы наши чистые, добрые и направлены на повышение социально-экономического положения нашего городского вокруг Самары и самарцев в целом. Параметры бюджета на 2023 год не изменятся и составят 34 миллиарда 935 миллионов рублей. На 2024 год – 33 миллиарда 691 миллион рублей. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В зоне метростроя в районе улицы Галактионовской специалисты заканчивают разработку стартового котлована. По оценкам, остается прокопать около 8 метров в длину. Новые подробности рассказали на еженедельном совещании в администрации Самары. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Что еще удалось узнать в нашей съемочной группе, расскажем в сюжете. Возведением новой станции Самарской подземки специалисты метростроя занимаются круглосуточно. Основной фронт работ по-прежнему разворачивается на улице Галактионовской. Сейчас здесь заканчивают разрабатывать стартовый котлован и устраивать его крепление. К концу недели готовность фундамента составит 86%. В будущем в котловане разместят в тоннеле проходческий комплекс. Отсюда он пробурит путь от театральной в направлении Алабинской. Чтобы установка для создания тоннеля смогла свободно начать движение от стартовой точки, строители возводят специальное бетонное ложе на дне котлована. В эту конструкцию подают бетон с помощью специальных насосов. Автобетоносместители подъезжают под бетононасосы. Насосы перекачивают в конструкцию бетон. Заливка идет непрерывно, и она будет идти, пока не закончена полностью конструкция. Специалисты продолжают трудиться и за пределами зоны метростроя. Параллельно занимаются переустройством инженерных коммуникаций. Разные способы решить ту или иную производственную задачу и другие важные детали обсуждают на еженедельных совещаниях в мэрии. Они проводятся первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Совместно с представителями заказчика строительства метро, Минстроем Самарской области, а также городскими профильными службами. Сегодня речь шла об окончании переноса и переподключении водовода в зоне метростроя в историческом центре. Завершаются работы до 30-го числа по части водовода, который у нас идет в сквере, где памятник Листаковичу. С проколом прошли через Красноармейскую, там в районе, где столовушка, тоже завершается вся работа. Еще первый вице-мэр Владимир Василенко рассказал, что в конце декабря, ориентировочно 29 или 30 числа, специалисты могут принять решение о частичном ограничении движения на улице Красноармейской, от Фрунзе до Самарской. Это также связано с переустройством инженерных коммуникаций. Пока же окончательное решение относительно частичного перекрытия и организации движения общественного транспорта не принято. Строители и власти города прикладывают все усилия, чтобы минимизировать неудобства для горожан. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию, станция театральная свяжет отдаленные районы с историческим и культурным центром города. Добраться до него можно будет за 20-25 минут. Также, как рассказали представители профильного предприятия, сократится и интервал движения поездов в подземке. Время прибытия на станции уменьшится до 6-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Семьи военнослужащих железнодорожного района получили новогодние подарки. От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках областной новогодней акции. Вручал гостинцы за чаепитием глава района Вадим Тюнин. Тему продолжит наш корреспондент. Надежда в преддверии праздников получает для ребенка новогодний подарок. Пока ее супруг Артем участвует в специальной военной операции, региональные власти оказывают семье всестороннюю помощь. Администрация железнодорожного района помогает во многих жизненных вопросах. Начинает получение банальной справки, заканчивая решением бытовых неурядиц. Теперь можно готовить подарок мужу, рассказывает супруга добровольца. Я его тыл. Это довольно-таки очень сильный тыл. Я его жду очень сильно, люблю. И я верю, что у него все получится. Да и не только у него. И получится все у тех ребят, с кем он служит. Мы все вместе будем праздновать Новый год и запишем также видеообращение нашим бойцам. Вручал новогодние подарки от губернатора Дмитрия Азарова семьям мобилизованных. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин. С семьями он встречается неоднократно, знает и решает многие их проблемы. Помнит и о праздниках. Кроме гостинцев от главы региона, детей военнослужащих ждет еще и елка желаний. Утренники пройдут в железнодорожной администрации. Акция проходит у нас в рамках того поручения, которое есть и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по поддержке семей мобилизованных, по поддержке семей военнослужащих, которые защищают нашу родину в зоне СВО. Стараемся как-то максимально поддержать и немножко поднять настроение и, соответственно, вдохнуть такой настрой жизнелюбия и надежды на то, что все будет хорошо, и их мужчины вернутся с победой домой. Семьи военнослужащих находятся под опекой региональных и местных органов власти. В Самаре проходит череда праздничных мероприятий для детей, которые живут в пунктах временного размещения. Ребят поздравляют с наступающим Новым годом. В гости приезжают не только артисты, но и Дед Мороз со Снегурочкой. Подробности у Светланы Тимофеевой. Вместе все преодолеем. Праздник мы спасти сумеем. Спасти Деда Мороза и Снегурочку. Такую задачу поставили детям ведущие праздничного вечера. В гости в пункт временного размещения, где живут семьи, прибывшие из ДНР и ЛНР, новогоднее настроение привезли сотрудники Самарского детско-юношеского центра подросток. Сегодня замечательный праздник. Новый год мы организуем для деток, вынужденных переселенцев. Детки очень разные, и маленькие, и большие. Но мы всех очень рады видеть на нашем празднике. Участники праздника танцевали, играли, участвовали в веселых конкурсах. И, конечно же, загадывали желания. Я хотела пожелать в следующем году, чтобы мы были дома и все были здоровы. Хочу беспроводные наушники, спортивный костюм и конфеты. Я бы хотел мирного неба на голову и всем счастья и здоровья. Праздник привезли и в пункт временного размещения дубки. Ребята из детско-юношеского центра «Мечта» подарили детям спектакль, в котором рассказали о ценности дружбы. Мы постарались создать стадочную атмосферу в игровой комнате и подарить ребятам хорошее настроение праздничное. Все верят в чудеса для детей, и это особо важно. А дети, которые живут здесь, для них, наверное, чудо должно быть вдвойне. От Деда Мороза и Снегурочки каждый ребенок получил сладкие наборы. В этом году в Самаре установлено несколько елок желаний. Выбрать открытку может любой горожанин и лично вручить подарок. Снять открытку с новогоднего дерева можно в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки по адресу Куйбышева, 44, в районных подразделениях комплексного центра обслуживания населения и в Городскую думе. Светлана Тимофеева, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. В преддверии Нового года в военном госпитале Самары состоялся концерт заслуженного артиста России Валерия Семина. Он сыграл для военнослужащих известные мелодии и исполнил песни, многие из которых уже стали народными. Подробности далее. В 426-м военном госпитале Центрального военного округа состоялся концерт заслуженного артиста России Валерия Семина. Он исполнил песни для военнослужащих, которые находятся на лечении после участия в специальной военной операции. Концерт известного баяниста и автора-исполнителя был организован Домом офицеров Самарского гарнизона. Необходима какая-то капелька тепла для ребят, чтобы они почувствовали заботу коллектива Дома офицеров, коллектива всей Самарской области, о том числе и известные артисты. Постоянно по нашей просьбе приезжают в госпиталь, выступают перед солдатами, перед военнослужащими, перед офицерами. И это позволяет быстрее залечивать раны. В самые трудные минуты нашей страны мы всегда обращаемся к нашим корням. А наши корни – это в русском народе, в русских песнях, в русских мелодиях. Такие концерты уже стали традиционными. Перед защитниками Отечества выступают музыканты, актеры и даже артисты цирка. Они способствуют укреплению морального духа. Сергей Кизоркин, Светлана Кудрявцева. События. В Самаре установят противопожарный режим на Новый год. Он будет действовать с 23 декабря по 23 января. Постановление опубликовано на сайте администрации города. Запрещено зажигать в закрытых помещениях пиротехнические изделия, открытый огонь, дуговые прожекторы, световые устройства с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание. Также не разрешается украшать елки ватой или марлей. Сотрудники МЧС и полицейские проверят точки продажи пиротехники, чтобы выявить нарушителей, торгующих без разрешения. Далее коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Установлено, какие данные можно собирать, а какие нельзя, кто и как может это делать. Но самое главное, у владельцев данных появилось право самим решать, делиться ими или нет. На принуждение к сдаче биометрии введен запрет. Согласие на обработку биометрических данных можно отозвать в любой момент, как и удалить ту биометрию, которой гражданин уже успел поделиться. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны. Сбор геномных материалов запрещен. Депутаты приняли в третьем заключительном чтении законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей оружия. Лицензию не выдадут, если проверка кандидата покажет наличие. Опасности нарушения прав и свобод граждан, угроза государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью россиянина к организованной преступной группировке. Угроза, что гражданин использует оружие в противоправных целях. Такие проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия. Срок действия заключения составит два года. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, регулирующий работу такси. В частности, документ устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Вводится ряд ограничений при допуске к управлению легковыми такси. Водитель не сможет управлять машиной, если он имеет более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения. Водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, а также самозанятый, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси. Основные положения закона вступают в силу с сентября 2023 года. В рамках нового проекта АвтоВАЗ рассчитывает во втором полугодии следующего года начать выпуск новых автомобилей под брендом «Лада» в северной столице. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и Д, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии. На портале госуслуги «Решаем вместе» жителям Самары предлагают пройти опрос на тему спортивных увлечений. Анкетирование проводит Департамент физической культуры и спорта администрации Самары. Анкета является анонимной. Полученные результаты будут использованы в дальнейшей работе. Принять участие в опросе можно до 31 декабря текущего года. В Самаре наградили лидеров в сфере туризма. В ежегодной премии гостеприимства участвуют лучшие отели, санатории, предприятия питания и туроператоры города. С номинантами пообщалась наша съемочная группа. Отрасль туризма в Самаре активно развивается. Туристическая привлекательность в этом году побила все рекорды. Город увидели почти миллион гостей из разных уголков планеты. За три квартала текущего года уже совершенно точно мы приняли более 960 тысяч. Я думаю, что планку в миллион гостей в наш город мы уже превысим. Безусловно, есть у нас вся инфраструктура туристической отрасли. Совместными усилиями, я думаю, что мы добьемся самых амбициозных планов. Представители Самарской гостинично-туристской ассоциации наградили предпринимателей в сфере гостеприимства. Организаторы премии отметили лучшие отели, санатории, гостиницы и рестораны. Победителям вручили благодарственные письма. В числе награжденных Любовь Злобина, директор одного из местных отелей, признается, только благодаря слаженной командной работе можно добиться успеха. Ну и, конечно, есть секреты, которые помогают стать лучше. Наш отель открылся в 2018 году в чемпионату мира. Мы достаточно уже не молоды, но и юны в то же время. Мы встречаем гостей, проводим мероприятия, банкеты, конференции. Есть золотое правило гостеприимства – поставь себя на место гостя. Это основное, что помогает нам добиваться наших успехов. Премия направлена на повышение качества работы предприятий индустрии гостеприимства. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. В Новый год без долгов и с подарками. Компания «Энергосбыт плюс» традиционно проводит новогодние акции для своих клиентов. Подробности расскажет Александр Гусева. Здравствуй, моя хорошая! С наступающим Новым годом тебе! Как хорошо себя было! Хорошо. Пойдем подарок, друзья. Расскажу тебе. Пойдем? Пойдем. Ольга Зуева сегодня стала первым посетителем клиентского офиса компании «Энергосбыт плюс». Она пришла, чтобы обратиться за помощью квалифицированного специалиста и разрешить свой вопрос. Помимо консультации, Ольга получила новогодний подарок и хорошее настроение. Знаете, очень приятно, неожиданно обратилась к вопросам, которые беспокоят, а попала в такую новогоднюю сказку. Сегодня в одном из офисов компании Дедушка Мороз раздает подарки. Но для того, чтобы получить приз от энергетиков, идти в офис обслуживания или куда-либо еще не обязательно. Достаточно выполнить все условия акции в Новый год без долгов и с подарками. Сделать это необходимо до 31 декабря. В этот раз мы разыгрываем зачисление денежных средств на лицевые счета наших клиентов. То есть будут выбраны победители, которым мы зачислим на их действующие лицевые счета денежные призы. Дополнительно также мы разыграем среди этих клиентов также денежные призы. То есть можно удвоить свой выигрыш, перейдя на электронную квитанцию. Чтобы принять участие в акции, необходимо погасить имеющуюся задолженность за тепло, если она есть, и оплатить рекомендуемый платеж за декабрь. По желанию можно перейти на получение квитанции в электронном виде. Тогда будет возможность поучаствовать в дополнительном розыгрыше. А первые 30 тысяч участников акции получат подарочные сертификаты на поверку приборов учета горячего водоснабжения. Подробные условия акции можно узнать на официальном сайте samara.splus.ru. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Новый год отмечает и Самарский дворец ветеранов. Для людей серебряного возраста приготовили театрализованную программу в восточном стиле. Ксения Баканова окунулась в атмосферу праздника. Мой господин, отверг и сладкая дыль. Она вкусна, в ней много ли горит? Вместо Деда Мороза со Снегурочкой – султан и восточная красавица. Во дворце ветеранов предстоящие новогодние праздники решили отметить в необычном стиле. Для этого на сцену выходят известные герои восточных сказок – Джин, Аладдин и Шахерезада. Особенность этого праздника в том, что театрализованное представление, которое называется «Восточная сказка», поставлено силами творческих коллективов Самарского дворца ветеранов. Видя, какие они красивые, какие они талантливые, можно понимать, что жизнь после пенсии возможна. И причем не просто возможна, она возможна в активностях, в самых разных. По словам участников концерта, танцевать для них только в радость. А возраст этому не помеха, ведь движение – это жизнь. Мы сколько раз уже наблюдали сами за собой, да? Вот один танец станцевали, отработали его. Еще и еще. То есть тело просит, душа просит, сердце просит, зрители просят. Это сохраняет в первую очередь мозговую активность. А где есть мозговая активность, там есть и телесная активность. Татьяна не пропускает ни один концерт. Женщина признается, из зала всегда выходит в приподнятом настроении. Особенно приятно видеть на сцене своих друзей и знакомых. Я постоянно посещаю эти концерты. Они нам помогают поднять настроение, избавиться от тоски, одиночества. У меня знакомые здесь выступают, которые ходят в драматический кружок и танцевальный. После концерта каждый зритель получил сладкий новогодний подарок. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Он был придворным шутом и за острый язык его преследовала тайная канцелярия. На сцене театра «Самарская площадь» премьера спектакля «Шут Балакирев». О современном прочтении пьесы Григория Горина в нашем сюжете. Он был выходцем из старинного дворянского рода, но его жизнь была непроста. Иван Балакирев служил Петру Первому, был отправлен в ссылку. После смерти император снова оказался при дворе. Служил Екатерине Первой. Она оценила его юмор и зачислила Ивана в штат придворных шутов. За крамольные речи он привлекался тайной канцелярией, но императрица его неизменно спасала. Благодаря чему он и дожил до старости. На сцене театра «Самарская площадь» премьера спектакля «Шут Балакирев». Постановка, приуроченная к юбилею театра «Самарская площадь», которая отмечает 35 лет со дня создания, и к 350-летию со дня рождения великого реформатора Петра Первого. Цитаты Петра Первого, мне кажется, не всегда будут злободневные, потому что, как он не старался вывести Россию в равные Европе, чтобы Европа принимала, а не просто на равных, а многому училась у нас, и как он считал, что у России есть чему учиться. И все равно по спирали время идет, наступает время, когда, тем не менее, идут нападки на Россию. Спектакль поставлен по пьесе Григория Горина «Шут Балакирев», но написана она была в 90-е, поэтому режиссер Евгений Дробышев отчего-то решил отказаться, но в то же время привнес много своего, чтобы спектакль был понятен современному зрителю. Актеры поют Баха, который жил примерно в то же время, что и Петр Первый, а также на сцене проходит военный парад. Прошло время, и время изменилось кардинально. От времени полного упадка, когда страна была ведь на грани развала, до нашего времени, которое, наоборот, полно надежд. В принципе, Петровская эпоха – это как раз надежда, это даже где-то праздник, хотя тяжелый, да трудный. И, тем не менее, страна изменилась, изменилась резко, кардинально. Спектакль «Шут Балакирев» можно увидеть 23 декабря, а также 11 и 12 января. Виктория Шара и Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Конец цитаты. Перед муниципальным предприятием благоустройства стоит задача в ночь обеспечить уборку уличной дорожной сети, обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, подходов и подъездов к социальным учреждениям противогололедными материалами, чтобы в условиях снегопада подготовить город к новому рабочему дню. В Москве отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По итогам года дипломы и статуэтки вновь удостоилась Самарская область. Заслуженную награду вручили губернатору Дмитрию Азарбу. Всего по региону в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 километров дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 километров. В Самаре по нацпроекту в этом году обновили 38 участков дорог, общей протяженностью более 57 километров, среди которых улицы Физкультурная, Гагарина, Авроры, Сергей Лозо, Солнечная, Советская Армия, Обувная, Магистральная и другие, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. За 4 года реализации нацпроекта удалось увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, более чем на 20%, снизить показатели аварийности почти на 36%. Эти цифры говорят сами за себя. Тема дорог – одна из самых важных для горожан, отметила глава Самары Елена Лапушкина. В Самаре можно пополнить транспортную карту, не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Объединенная транспортная карта». Через учетную запись можно посмотреть историю поездок за период до 90 дней. Для этого нужно ввести номер транспортной карты и проверочный код. Система показывает дату, время поездки, номер маршрута, тип транспорта, а также наименование компании-перевозчика. На сайте можно посмотреть и историю пополнений транспортной карты. Это позволяет не стоять в очередях и помогает маломобильным гражданам пополнить свои карты. Также в поддержку маломобильных граждан оператором «Объединенная транспортная карта» поддерживается социальная карта. Напоминает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Единое пособие на детей и беременных женщин начнет действовать с 1 января 2023 года. Получать его смогут семьи, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, со средним доходом на одного человека ниже одного регионального прожиточного минимума. Выплаты будут назначаться с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер единого пособия – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Если семья уже получает пособие на детей, то можно выбрать получать пособие по прежним правилам до истечения срока назначения или перейти на единое пособие. А родители детей в возрасте до 3 лет, рожденных до 31 декабря 2022 года, вправе получать выплаты по старым правилам до достижения 3 лет ребенка, сообщает телеграм-канал администрации Советского района Самары. Администрация Октябрьского района Самары приглашает жителей на рождественский бал, который состоится в это воскресенье в 16 часов по адресу улица Ленина, 14А. Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста. Продолжительность мероприятия около 3,5 часов. Бал-карнавал пройдет в традициях 19-20 веков. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова